Трофей Рыбалка 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 Конкурса. Каждый четверг мы это делаем. Именно в передаче вам трофеи «Рыбалка». Конкурс продолжается весь декабрь. Ну, по крайней мере, вот сейчас на декабре анонсированы наши планы. В новом 2019 году он тоже, конечно, будет проходить. На кону сегодня, напоминаю, сертификат на 2000 рублей от компании «Арсенал», от магазина «Арсенал» на Комсомольской 8. Мы работаем в прямом эфире, а значит, есть еще примерно 50 минут для того, чтобы вы смогли зайти в нашу группу ВКонтакте и проголосовать за понравившееся фото. Я результатов еще пока не знаю, потому что не голосовал. Я предпочитаю это оставлять на самое сладкое, что называется. Там у нас в голосовании участвуют три рыболова, которые опубликовали свои снимки. Да, я сейчас поименно назову наших героев. Алексей Валикжанин, Анатолий Симаков и Татьяна Пономарева сегодня борются за сертификат в 2000 рублей от магазина «Арсенал». Так что вот момент истины, он наступит спустя 50 минут, ну и так далее. По четвергам мы тоже будем подводить итоги нашего фотоконкурса. Скидывайте свои фото в соответствующий пост, в комментарии под соответствующим постом в группе нашей радиостанции ВКонтакте. На сегодняшний момент, вернее, на настоящий момент проголосовали почти 300 человек. Ну, в общем-то, да, даже неплохо. Ну да. Ну и кроме того, Василий пришел не с постами руками. Вопрос зададим. Интересный. В течение передачи у нас сегодня на кону четыре замечательные приманки для зимней ловли. Это два балансира, на которые с успехом можно будет ловить окуня. И вот уже ставшие популярными в несколько сезонов – это ратлины. Это те самые ратлины. Это вот те самые ратлины, на которые будут точно так же активно клевать и щука, и окунь. То есть для нашего, скажем так, региона это вот актуальные приманки сейчас. Они проверены и опробованы лично Василием. Проверены. Более того, скажу, вот я эти ратлины немножко достал их из коробочек и немножко, ну, тюнинг такой легкий навел. Я на тройнички повесил специальные кембрики, которые активируют клев, а на один балансирчик поставил такие светящиеся тройнички с фосфорными капельками, что тоже благоприятно сказывается на клеве. Так что тут все уже готово. Да. Вот спасибо большое Василию за эту возможность. Еще раз такой соревновательный момент у нас устроить в программе. Я поясню для тех, кто не понял. Это два разных конкурса. Сертификат на 2000 рублей. Это в конце программы. Фотоконкурсы за вопросы. И вот эти приманочки за вопрос. Отвечать вы сможете посредством СМС. Сразу же говорю номер телефона 8909 720 101 0. Забейте у себя в телефоне, чтобы в нужный момент отправить СМС-ку с ответом 8909 720 101 0. Все, ясно. Ну, а теперь тема. Мы сегодня работаем... А, ну да, конечно, большое спасибо нашему генеральному партнеру, компании «Движение нефтепродукт», «Без движения нет». И мы сегодня будем работать с Василием по принципу «Готовь сани летом, а телегу зимой». Для меня, честно, было открытием слова, сказанные Василием накануне программы. Я предполагал об этом, но не знал, что настолько активно накануне Нового года люди начинают идти в рыболовные магазины и интересоваться летними снастями и приманками. На самом деле, не только в канун Нового года, вот как только проходит перволедок, да, когда у всех... Лед встал. Вот у всех рыболовов в голове только одно, как бы вот сейчас побыстрее выбраться на лед и порыбачить. Сходили, сбили оскомину, все, рыбки половили, все здорово. И начинают думать о том, а как бы усовершенствовать свои снасти к летнему сезону. Это, во-первых. Во-вторых, ну, зима – это пора скидок, новогодние праздники – это пора скидок, да. И поэтому, ну, вот рыболовы идут, интересуются, выбирают для себя что-то новое. И сегодня мы поговорим о такой теме, которая, наверное, сейчас одна из самых актуальных. Больше всего вопросов, вот мне там ВКонтакте, да, задают, приходят в магазин люди. Больше всего интересуются именно выбором спиннингового удилища. Да? Вот выбор спиннинга. Казалось бы, что может быть проще? Нет, на самом деле здесь, казалось бы, что может быть сложней. Потому что вот спиннинговая ловля сейчас, она на таком пике активности, да, популярности. Это связано с чем? Ну, вот по твоей профессиональной оценке. Ну, здесь не обошлось без, скажем так, медийности, да, такой. То есть куча турниров по спиннинговой ловле, куча профессиональных спортсменов, да, которые там ведут свои видеоблоги там или еще что-то. Вот, спиннинговая ловля, она очень интересна, она очень динамична, она всегда заставляет рыболову на водоеме думать, да, там, подбирать приманку, подбирать проводку, не знаю, там, место ловли качественно выбрать, ну, то есть пользоваться рыбопоисковой техникой, да, там, как-то по-другому уже смотреть немножко. Понятно, что любая рыбалка, она имеет свои особенности, ну, скажем так, поймать там на поплавочную удочку, на насадочку рыбу, ну, чуть проще, чем на спиннинг. И вот сейчас там, ну, два вот таких, наверное, основных вида ловли, которые очень популярны, это ловля там мирной рыбы на фидер, на вот огромная масса таких рыболов. Когда сидишь, ждешь поклевку, не трогая снасть. Вот, и ловля на спиннинг, и ловля на спиннинг, если сейчас смотреть, ну, наверное, один из самых популярных видов рыбалки. Один из самых популярных, один из самых доступных видов и способов ловли. Ну, по доступности я бы сказал, что самый доступный, наверное, все-таки поплавочная удочка там, да, но... Но я имею в виду стоимость, в первую очередь, всего необходимого для им... Ну, здесь тоже нюансы. Нет, нет, нет. Спиннинговая ловля, она не из дешевых. Если говорить о хороших. Нет, можно собрать сейчас достаточно бюджетный комплект, да, такой, который позволит абсолютно спокойно рыбачить, но там есть один нюанс расходники, то есть приманки. Мы их отрываем, там их можно на забросе отстрелить, там, да, еще какие-то... Ну, то есть мы их теряем, теряем банально, забываем. Ну, скажем так, не дешевые, например, там, сравнить с той же поплавочной ловлей, где там можно оторвать, ну, крючок, ну, поплавок. Ну, стоимость несоизмерима на самом деле. Вот. Ну и, скажем так, вот, главное оружие спиннингиста — это спиннинг. Начнем, наверное, с того, что очень часто вот приходят люди, там, либо задают вопросы, говорят, а вот мне нужен один спиннинг на все случаи жизни, вот, универсал вот такой. Не существует такого на самом деле. Такого не бывает, отвечает Василий, таким интересующим. Не бывает, не бывает. Скажем так, в своем арсенале, там, спиннингист, ну, такой уже увлеченный, да, спиннингист, для которого рыбалка, там, это уже такой стиль жизни, да, там, хобби. Ну, как минимум три спиннинговых удилища должно быть, минимум. Принципы сразу объясним. Три именно каких? Ну, скажем так, если мы, там, например, у нас есть лодка-моторы, мы ловим на джиг, то, соответственно, на одно удилище у нас будет такое джиговое, да, конкретно под джиговую рыбалку. Второе, второй спиннинг, который нам понадобится, это, например, спиннинг достаточно легкого класса ультралайт, да, для того, чтобы, там, не знаю, потешить себя, там, легкими приманочками, половить где-то на досуге, выйти, там, не знаю, на пару-тройку часов, там, на набережную, где-то прогуляться по какой-то маленькой речке, да, ну, то есть вот такой. И третий вариант спиннингового удилища, который должен быть у рыболова, это, ну, вот такой некий, скажем так, ну, можно назвать его универсалом, да, который позволит, там, рыбачить на воблеры, да, и в то же время при необходимости, там, перейти на джиг. Вот, мы сейчас немножко подробнее разберем, чем могут отличаться вот такие удилища, почему вот такой выбор должен быть. Начнем с того, что все удочки, все спиннинги делятся на несколько типов, вот, как я уже сказал, там есть, например, ультралайт, да, лайт, медиум, медиум-хэви и хэви, ну, и, соответственно, там, ну, вот, тяжелый, да, класс. Хард. Вот, и рыболов уже для себя выбирает, какой стиль ловли он предпочитает, уже начинает выбирать спиннинг, там, по тесту, то есть они различаются, там, например, ультралайтовые удочки, это спиннинги с тестом, там, до 5 грамм, как правило, там, редко до 7, удочки класса лайт, это тест, там, до 12-15 грамм, то есть удочки класса медиум, это тест, там, до 21-25-28 грамм. Середнячок. Вот. Удочки медиум-хэви, средне-тяжелые, этот грамм, так, до 42-х, и тяжелый класс удилищ, это уже, там, удочки с тестом до 50-ти, 6-ти, до 70-ти, до 80-ти, есть, там, экстра-хэви до 100-ти, там, 120-ти, 150 грамм. И вот рыболов уже выбирает для себя. Ну, внешне, конечно, они различаются. Ну, внешне. И толщиной, в том числе, они различаются. Вот. Соответственно, рыболов, приходя в магазин, уже, как правило, ну, вот такой уже более или менее осознанный рыболов, он задает вопрос, там, здравствуйте, мне нужно, там, удилище с тестом до, там, 7 грамм длиной 2 метра, я буду ловить на фоблеры. То есть мы уже понимаем. Это все по делу он сказал, да? Да, он, в принципе, сказал по делу, начинаем подбирать ему удилище. Дальше. У начинающего рыболова, скажем так, удилищ, помимо вот тестового, да, диапазона, есть следующий показатель, который очень важен, это строй удилища. То есть удилища позиционируются строем, они есть медленного строя, среднего строя, среднебыстрого, быстрого и экстрабыстрого строя. Ох, надо записывать, слушателям, хотя нет, мы же в записи потом, можно нас переслушать на сайте. Можно посмотреть, переслушать, можно зайти к нам в магазин на Комсомольскую, 8, там наши замечательные консультанты все расскажут, покажут и объяснят. Но, тем не менее, чем отличается, то есть у спиннинга есть вот понятие строй, и оно, скажем так, их два. Есть строй в динамике и строй в статике. Что это такое? То есть динамический строй удилища, он отвечает у нас за заброс. Вот когда мы делаем заброс, насколько сильно у нас изогнется бланк, какая часть бланка изогнется, насколько далеко мы сможем послать приманку. И статический строй, это строй под нагрузкой, то есть когда вот мы вываживаем рыбу, как у нас сгибаются удилища. Соответственно, удочка медленного строя, их еще в народе называют лапша. Ну, то есть это действительно такая удочка очень мягкая, которая на забросе сгибается у нас от рукоятки прям, да, такая вот как кнут. На вываживании рыбы, соответственно, она тоже сгибается колесом. Например, там средне-быстрый строй – это удочка, которая на забросе будет сгибаться у нас там, ну, скажем так, от входного кольца, то есть комель у нее будет уже присутствовать такой, вот, но будет уже работать там большая часть бланка все-таки. И на вываживание она точно так же будет работать большей частью бланка, но у нее будет запас мощности в комле, за счет чего мы там сможем, ну, немножко форсировать. То есть поувереннее как-то уже действовать. Увереннее. Удочка, следующий вариант строя, на сегодняшний день, наверное, один из самых популярных – это удилище. Вот приходит, как правило, там 90% говорят, мне нужно удилище быстрого строя. Быстрого строя. То есть это… Дай угадаю, рабочая в основном верхняя часть. Да, то есть там первая треть бланка, да, работает, соответственно, здесь уже очень большой запас мощности в комле, но нужно понимать, что удочка быстрого строя, которая и в статике, и в динамике быстрая, то есть это их вот называют такие колышки, да, то есть вот он колышек такой в хорошем понятии этого слова, она позволяет достаточно точно послать приманку, то есть, ну, вот лапшой нам, например, в какое-то вот определенное место… Очень размазанный будет заброс. Заброс будет очень размазанный, его нужно очень сильно контролировать, чтобы там у нас куда-то полетело. Удилище быстрого строя позволяет как раз сделать легкий хлесткий такой забросик, чтобы приманка у нас точно там попала в намеченную цель. Вот. На вываживании под нагрузкой, там, под, ну, небольшой там нагрузкой, например, там, рыбину, там, ну, мы тащим грамм, там, 500-800, там, до килограмма, удочка будет отрабатывать именно верхнюю третью бланка. Если у нас попался трофей, да, действительно трофейная хорошая рыба, то вот здесь подключается уже комлевая часть, а там огромнейший запас мощности, и, соответственно, вываживать рыбу, там, где-то в корягах, в стесненных условиях, там, трава, там, или еще что-то, нам будет достаточно просто. И таким особнячком стоят удилища экстра-фаст, очень быстрого строя. Вот у них, их еще так называемый, у них такой Г-образный строй, у них реально под нагрузкой гнется только кончик. Только вот вершиночка. Вот вершиночка гнется, и все. Если предыдущий был колышек, то это палка самая настоящая. Это уже такая дубинка. Дубина. Вот. Такие удилища, как правило, выбирают приверженцы джиговой ловли. Почему? Потому что, на самом деле, достичь вот такого строя можно, ну, двумя типами. Вот вариаций несколько есть. Первое, это можно добиться конусностью бланка. Конусностью? Ну, вот, то есть, вот он в комле там будет прям такой толстый-толстый, да, и сильно-сильно конус уходить. И сильно пошел на сужение. На сужение, да, пошел уже к вершинке. Либо второй вариант, который больше всего сейчас используют производители, удилище экстра-фаст, это удилище из супервысокомодульных графитов. Вот материалы мне пришли, да, в дело в материале. Да, то есть, там уже не будет такого конуса, но там за счет того, что в комлевой части использован там очень высокомодульный графит, она очень жесткая, да, а верхнюю часть бланка делают из менее модульного графита, она чуть мягче получается. Вот добиваются вот этого строя. Это самый правильный вариант по мне. Вот, но здесь нужно понимать, что удилища из высокомодульного графита, они дешево стоить не могут. То есть, вот когда там приходит, например, человек и говорит... Бюджет такой-то, мне нужно такой-то. Да, мне там, не знаю, там надо вот максимально дешевое, максимально быстрое и максимально чувствительное удилище. Ну, чудес не бывает. Сейчас, тем не менее, на рынке все-таки появляются отличные варианты в бюджете. Там до трех тысяч рублей можно на самом деле взять хороший рабочий инструмент. Еще там лет пять назад такого не найти было, сейчас это да. Да, вот, но надо понимать, что здесь как раз вот эта быстрота строя будет выведена за счет конуса бланка, ну, что на самом деле не всегда хорошо. Вот. Это вот следующий показатель, который всегда стоит учитывать, то есть вот строй удилища. Соответственно, если вы выбираете удочку, которая вам нужна будет для работы с какими-то легонькими приманками, порусящими приманочками, вот микроколебалками для ловли форели, да, там, с максимально тонкими лесками, то вам подойдут удочки либо медленного, либо среднего строя. Среднего, медиума, да. Да, либо среднего строя, потому что они будут максимально хорошо кидать эти мелкие приманки. Понятно, что будет чуть-чуть страдать точность, но тем не менее там эта техника из заброса оттачивается. Они будут максимально хорошо сдерживать рывки рыбы, то есть работать как пружина и не позволят оборвать там тонкий шнур, который мы используем. Вот. Если вы, например, предпочитаете ловлю на реках, на которых присутствует течение, но у вас приманочки, скажем так, тоже небольшие, например, там воблеры, крэнки, вот очень популярна ловля головля. Головля-то рыба, которая живет на стремнении, на перекатах, мы ее ловим. И, казалось бы, маленькая приманка, но с лопаткой она дает бешеную нагрузку под течением на снасть. И, соответственно, вот здесь уже нужно выбирать удилище среднебыстрого строя. И очень часто на таких удочках пишут, например, там обозначение стрим. Да, то есть мы понимаем, что это стримовая ловля, это ловля в реке, это ловля с течением. И, соответственно, уже удилище предназначено для такого типа рыбалки. Оно будет максимально хорошо гасить рывки рыбы. Оно позволит далеко и точно там кинуть небольшую приманку по весу, но в то же время оно будет амортизировать рывки этой рыбы на сильном течении, гасить их и позволит нам вывести рыбу-то без всяких проблем, и все хорошо. Вот. Для, например, джиговой ловли, как я уже сказал, как правило, у нас здесь во главу угла встает именно чувствительность удилища. Соответственно, нам нужно подбирать палку, у которой будет максимальная жесткость. За счет того, что будет использован достаточно высокомодульный графит, у нас будет хорошая тактильная чувствительность. Да, вот этот вот пресловутый отстук в руку. Ну да, вот там приходят и говорят, вот у меня это удилище не стучит. Что значит не стучит? Кому оно должно стучать? На кого стучит? Кому стучит? Ну то есть здесь имеет в виду рыболов именно тактильные свои ощущения. А вот этот строй экстрафаст с достаточно таким живым кончиком, он позволяет еще и визуально видеть падение приманки на дно. А в джиговой ловле это очень важно. Ну и к тому же, да, джиговая ловля предполагает все-таки игру приманкой. И вот это еле заметное движение рукой, вот здесь, на комле, оно там-то должно отдаваться. Да, совершенно верно. Соответственно, если у нас удочка будет такого более мягкого строя, у нас это все будет сглажено, кончик у нас прогнется, и вот какой-то анимации приманки у нас не получится. Вот, это раз. И еще такой момент, что в основном джиговая рыбалка, она связана с ловлей в каких-то коряжниках очень часто, еще что-то. Нам там нужна максимальная мощность удилища, да, для того, чтобы мы могли немножко форсировать вываживание, чтобы не дать рыбе там зайти в коряги, да, чтобы поднять ее там на поверхность, вот. Таким особнячком стоят удилища для достаточно популярного типа ловли, так называемого твичинг, да, то есть это рывковая проводка воблеров Миноу. То есть есть такие воблеры, да, они имеют такое прогонистое тело, лопатку, все. Вот если их просто ввести на равномерной проводке, они практически не имеют игры. Ну, там чуть-чуть вот они как-то вот там шевелятся, и все. Вот, а на рывковой проводке, когда мы задаем игру приманки именно рывками, воблер за счет того, что у него есть лопаточка, есть сопротивление, да, он начинает рыскать в стороны и изображать именно вот какое-то такое... Имитируя поведение настоящей... Настоящей рыбки, которая там находится в какой-то агонии, там, не знаю, спасается от хищника. В панике. Очень часто имитирует раненую рыбку, например, твичингом в основном, в основном ловят щуку, а щука это такой некий санитар водоема, для нее... Она не пропустит, да. Да, раненая рыбка для нее легкая добыча, в принципе, как и для любого другого хищника, поэтому она с удовольствием кушает такую приманку. Вот здесь особнячком стоят классы удилищ, на них очень часто там можно увидеть надписи, там, твичинг спешл, там, да, и вот такого плана. Чем они характеризуются? Во-первых, длиной, да, как правило, такие спиннинги бывают длиной, там, от метра восьмидесяти до двух двадцати, обусловлено все тем, что... Такие коротыши. Дергать палкой длиной, там, 2,40-2,70, ну, руки отпадут, это во-первых. Во-вторых, за счет такой длины вот этот рывок будет более смазанный, да, и четкости мы не получим. Плюс нам максимально нужен контакт с рыбой. И еще одна особенность, вот, например, начинающие рыболовы очень часто приходят, говорят, я вот хочу заниматься, там, твичингом, да, вот мне подберите удилище, мне нужна, там, палка длиной 2,70, я хочу, там, кидать воблер за 60 метров. Вот, друзья, у... И тут повисла пауза, да, после этого вопроса. У твичинговых воблеров максимальный, ну, такой вот контролируемый радиус, который мы можем, там, дальность заброса на которую стабильно можем кидать, ну, это вот метров 30 максимум. Дальше происходит следующее. То есть такая аплатория-то небольшая достаточно. Дальше происходит следующее. Воблер можно кинуть за 60 метров. Он улетит туда. То есть современные воблера, особенно оснащенные, там, например, системой дальнего заброса, летят как пуля и очень далеко. Но здесь есть, опять же, особенность такая. Представим себе ситуацию. Вот мы кинули этот воблер на 60 метров. У нас есть сопротивление шнура. Например, у нас еще дует чуть-чуть боковой ветер, который выдувает петельку. Как бы мы там ни дергали, добиться правильной игры вот на той дистанции от воблера у нас не получится. Поэтому вот 30, там, до 40 метров – это вот оптимальная дальность заброса. Ну, вот, опять же, там, по опыту нашему, моему лично, там, достаточно многих спортсменов. То есть это такая точечная рыбалка, когда мы облавливаем такую акваторию, там, проще передвинуться, там, еще на 20 метров, да, там, сделать следующий заброс, там, облавить вдоль где-то кувшинок, там, или еще что-то. Не надо максимально далеко кидать. То есть это стильная стрельба из пушки по воробьям, получается, да? Да, кинул хорошо, кинул далеко, но, увы, неэффективно. Результата не будет, как правило, вот, практика показывает вот это. Соответственно, от такого удилища нужно следующее. Там есть, например, воблеры, это ведь достаточно маленькие. И вот приходит там рыболов и говорит, мне вот нужна там палочка до 7 грамм. Я хочу ловить легкими приманками. Всегда задаем вопрос, какие это будут приманки. То есть если это будут, все-таки, например, воблеры и техникой твичинг, то даже до 7 грамм палки достаточно жесткие. То есть она должна быть жесткая по всей длине своей. Здесь нам не сильно подойдут удилища, которые имеют строй экстрафаст. Вроде бы они жесткие и все, но на рывке у нее будет работать только самый кончик. Соответственно, что происходит? Изначально, взять это, если по приманкам, большинство твичинговых воблеров японских, а это такие, ну, законодатели моды, скажем так, американцы. Они ловят большеротового окуня баса, и у них там, это же там культ целый такой. Они ловят как? У них в руках, как правило, мультипликаторная катушка, а наши рыболовы, ну, в большинстве своем ловят безинерционными. У них в руках мультипликаторная катушка, на которую намотана либо монолеска, либо флюрокарбон. Наши же рыболовы ловят с плетенкой. С плетеным шнуром, да. Который имеет минимальное растяжение. И что происходит? Японский, например, к примеру, рыболовы закидывая такой воблер, управляя им там с помощью, ну, там, пускай монолески, достаточно вот таким вот жестким удилищем, там, пускай даже строй экстрафаст, они очень часто их используют. Ему такой строй необходим для того, чтобы воблер сдвинуть с места, потому что он же имеет свое лобовое сопротивление за счет лопасти, а леска у него тянется. И, соответственно, когда он делает достаточно активный рывок, у него сначала растягивается шнур, а потом вот воблер, ну, как вот паровоз, да, он же не может с места там тронуться, то есть он вот набирает, набирает, набирает скорость, и потом уходит. То же самое происходит с воблером, то есть он набирает, набирает скорость, и потом вот уходит в сторону и плавно останавливается. Наши же рыболовы, взяв в руки, например, спиннинг экстрафаст, поставив на него плетенку, кидают этот воблер, потом приходят и говорят, что-то у меня на него не клюет. А происходит следующее, мы просто его с места срываем и все. То есть вот та игра, которая заложена производителем туда, она не получается. Поэтому здесь удилище должно быть жестким, но именно не концевым. А у него должна как раз работать первая треть бланка, для того, чтобы на рывке оно загрузилось у нас, загнулось, а когда мы делаем паузу, оно распрямляется и приманку-то догоняет. То есть оно дает ей более плавное ускорение. И в нашем случае, например, при ловле плетеными шнурами, очень часто, например, проводка теченговая, она должна быть именно не такими рывками, а более плавными, такими потяжечками. Вот тогда приманка работает так, как нужно. Вот, соответственно, здесь мы уже подбираем удилище именно вот такого строя. По длине, как я уже сказал, там от метра 80 до 20. Самый распространенный вариант это либо 2 метра, либо 2,10. То есть такая дирижерская палочка. И вот у таких удилищ еще одна особенность. У них укороченная рукоятка, для того, чтобы она не мешалась. То есть мы же удилищем постоянно, как дирижер, палочкой машем. И вот рукоятка у нас не должна стукаться там в локоть, куда-то где-то цепляться или еще что-то. Она укороченная. Вот такая вот особенность существует. И здесь на это стоит обращать внимание при выборе именно спиннинга. У нас подошло время небольшой рекламы. Я напомню, что это Василий Мамонов, эксперт компании «Арсенал» на Комсомольской, и 8 делится с нами, так скажем, теорией спиннинговой. Ну, начальными азами. Начальными азами, да. Василий, перед тем, как на рекламу прерываться, вот прям вот вопрос, вот, не знаю, новичка-новичка. Спиннинги, о которых мы сейчас говорим, они какого типа? Это все составные? Колено? Мы сейчас рассматриваем только двухсоставные удилища. Двухсоставные? То есть две части? Да. Две части удилища. Вот. Наверное, немаловажное уточнение, да. Ну, дальше, дальше там коснемся. Начну там телескоп, не телескоп, о каких мы вообще сейчас говорим, да. Хорошо. Двухсоставные спиннинги. Да. Не забывайте о том, что скоро прозвучит вопрос. Генеральный. Василий Мамонов, эксперт компании «Арсенал» на Комсомольской, 8. Именно сегодня мы, именно с ним сегодня мы готовимся, как ни странно, ну, это абсолютно не странно, да, к летней спиннинговой ловле. Очень интересный рассказ был о классификации, о категориях именно удилищ для спиннинговой ловли. Мы прямо сейчас решили озвучить наш вопрос, пока без вариантов. Посмотрим на отклик наших слушателей. 8-909-720-101-0. В виде смс, напоминаю, ждем ваших ответов. Итак, вопрос, за ответ на который, за правильный ответ на который, один наш слушатель получит вот набор приманок, которые Василий презентовал чуть ранее. Четыре приманки там в наборе. Совершенно верно. Итак, вопрос сегодня, коль мы уж и говорим о спиннинговой ловле, будет связан непосредственно с ней. Название фирмы, которая помимо отличнейших катушек, производит еще запчасти для велосипедов. 8-909-720-101-0. Поехали дальше. Поехали дальше. Телефон передо мной, смотрю. Пока ждем ответов, продолжим. Ну, значит, вот мы там поговорили о такой поверхностной достаточно классификации удилищ, потому что их там на самом деле еще очень-очень много. Здесь можно часа два только их классифицировать. Но этого для успешного старта, так скажем. Ну, для успешного старта, да. Хватит. Ну, скажем так, вот основной вопрос, который, приходя в магазин, должен задать соискатель спиннингового удилища. Он должен сказать, мне нужен спиннинг для ловли такими-то, такими-то приманками, да, в таких-то, таких-то условиях. Все. В принципе, продавцу этого будет достаточно предложить несколько хороших вариантов, которые уже там нужно будет подержать, там, потрясти. То есть, как есть такое понятие, там, вот лег в руку, не лег в руку, потому что у спиннинговых удилищ у них же еще и форма рукояток у всех разная, там, катушка-держатели с передней гаечки, с задней гаечкой. Да, у каждого своя индивидуальность есть, там, длина рукоятки и все такое. Ну, поэтому несколько вариантов всегда предлагаем. Почему в любом, например, рыболовном магазине вот этих удилищ, как правило, лес такой, да, стоит. По идее, можно там поставить бы там 10 моделей и ограничиться этим. Ну, вот предоставляем выбор. В общем, арсенал на Комсомольской 8, это совершенно не то место, где, знаешь, как обычно, трогать нельзя руками. Нет, пожалуйста. Трогать можно и надо, и надо. Нужно, нужно, я бы сказал. Вот. Разобрали мы там, да, что у нас там, какой спиннинг подойдет для твичинга, и перейдем, наверное, к самым популярным удилищам. Это удилище для джиговой ловли. Так. Потому что джиговая ловля сейчас, опять же, на таком пике популярности. Связано все с тем, что, ну, джигом ловится хорошая трофейная рыба, как правило. Больше шансов поймать трофейную рыбу. Здесь тоже нужно понимать, что все удилища разные. В джиговой ловле есть несколько, скажем так, подразделений. Есть, например, такое понятие, там, микроджиг. То есть это... Сразу поясним, что за особенности. Все то же самое, все те же самые типы приманок, но они микро. Они маленькие очень. Хорошо, что не нано. А есть нано-джик. А, есть еще нано-джик. Есть и нано-джик. Дернул меня. Соответственно, что такое микроджиг? Это ловля не всегда мелкой рыбы, но достаточно миниатюрные приманки. То есть там точно такие же чебурашечки, джиг-головочки, но там веса, например, грамм, полтора, два, три, там, редко до пяти грамм. А что у нано еще и десятые грамма? А нано-джигы могут ловить там веса 0,3 грамма, 0,5 грамма. То есть для них там два грамма это уже очень тяжело. Неподъемно уже. Вот, соответственно, здесь, скажем так, существуют и специальные удилища для этого. Удилища для микроджига, они, как правило, ну, в 90% своих, они оснащены так называемой солидной вклейкой. То есть удилище все идет пустотелое, графитовое. А вот вклеечка, вот самый верх, кончик, там, это сантиметров примерно, там, от 20 до 30, он идет монолитный, исполнен там либо из тонкого, там, карбонового хлыста, либо из стеклопластикового хлыстика. Окрашены, как правило, там, в такой белый цвет. Сделано это для того, чтобы вот на таких весах минимальных получить тактильные чувствительности в руку. Ну, фактически невозможно. Вот, поэтому нам важна здесь именно визуальная составляющая. И вот эта вот вклеечка, она работает, как кивок на зимней удочке. То есть вот мы все видим прям. А длина таких? Ну, длина таких удилищ, там, может быть, от метра 80 до 2.40, да, вполне. Но самые популярные, это, опять же, 2.10, 2.20. Связано все с тем, что сделать удилище с тестом, ну, допустим, там, грамм до 7 длиной 2.40, и чтобы оно было достаточно быстрого строя и там со вклеечкой, очень-очень трудно. Физически сложно, да. Такие удочки существуют, но, честно скажу, они стоят там каких-то баснословных денег, потому что там использован очень-очень высокомодульный графит. Там максимально облегчена фурнитура, то есть там стоят кольца в титановой раме со вставочками торзайт, которые там сами по себе стоят каких-то бешеных там денег. Да, такие удочки есть. Но вот, например, хороший рабочий нормальный инструмент для микроджига, такого начального класса, там вполне можно купить там за полторы-две, там, до трех тысяч рублей вообще без проблем. Связано все с тем, что, ну, вообще сейчас такая тенденция в общем пошла. То есть и раньше там приезжая, например, на выставку в Москву, как правило, производители выставляли и хвастались какими-то вот там новинками, которые, ну, дорого стоили, да, там, вот супер-технологии какие-то или еще что-то. Ну, в связи с тем, что сейчас покупательский спрос там чуть-чуть снизился, да, там, люди-то рыбачить хотят, и сейчас пошла гонка, гонка такая пошла, что каждый производитель хочет выпустить на рынок максимально функциональную, максимально классную из хороших материалов удочку, но за минимальные деньги. Ну, чтобы она была интересна потребителю конечному уже. И вот сейчас здесь за счет вот этого семимильными шагами прямо пошло такое развитие. Я повторюсь, там, если лет пять назад, там, купить спиннинг, там, за три тысячи рублей, ну, это такое, не знаю, там, тяжелое бревнышко было. Сейчас это вполне рабочий инструмент, который будет радовать на рыбалке. — Василий, еще уточнение. Вот мы, говоря про микроджиг, о географии этой рыбалки на него, что для него именно у нас подходит? Абсолютно все? — Абсолютно все. — И река, и непроточные водоемы, и озера. — И озера, больше того скажу, что там очень часто, там, например, у цирка я там вижу, да, вот этих продах там рыбаков, которые ловят микроджигом. Чем хороша такая рыбалка... — Что делать нельзя по закону? — Ну, по закону, да. — Нашим городским. — Чем хороша такая рыбалка? Тем, что на микроджиг там очень часто приманки, они имитируют не малька рыбки, а какого-то насекомая, которое живет в воде. Там может клевать необязательно хищная рыба, то есть там вполне спокойно там ловят и подлещиков, и карпов, и карася, и там... — И гавлики, и изиата, хотя и яси, это хищник. — Ну, он такой, ну, хищник, условно, всеядный. — Вот, ловят абсолютно все, и поэтому микроджиговая ловля, она очень популярна. И изначально, изначально ее точно так же придумали японцы, она была потом уже, мы ее адаптировали там под свои условия, изначально она у них была придумана для ловли в море, то есть они там ловят скорпианку, там еще там что-то, да, то есть очень часто в камушках каких-то, и вот там им нужно удилище, у которого будет достаточно чуйкая вершиночка такая, хороший сдерживающий ресурс, потому что морская рыбка-то, она достаточно сильная. И на самом деле на микроджиг не всегда клюет микрорыба, то есть там вполне нормально... — Там может и мегарыба. — Там может клюнуть абсолютно нормально хорошая крупная рыба, но вываживание вот на такой снасти доставляет там истинное удовольствие. Вот, наноджиг — это уже такая немножко отдаленная тема, по крайней мере, там для меня, да, есть приверженцы, это ловля, вот они ловят реально там, это практически зимние мормышки, на которые там нарезан там из силиконовых съедобных приманок, как червячки такие, насаживают, там клюет вообще все, вплоть до того, что там щеклю какую-то ловят, там, ну, такая рыбалка. — Ну, такое развлечение, на такую снасть ловить щеклю. — Ну, это на самом деле тоже очень круто, вот именно с точки зрения там отдыха, то есть можно взять такой спиннинг, там, пойти, в принципе, в любой водоем, там, в котором мало-мальски есть рыбы, и ее там поймать не по плавочной удочке, а именно на спиннинг, что, в принципе, интересно. — Выпендриться. — Вот. Дальше. Джиговое удилище. Именно для хорошего, нормального такого серьезного джига уже. Сейчас, ну, несметное количество их выпущено, сделано. Здесь в первую очередь нужно... — Да, какие-то основные моменты, на которые ориентироваться, чтобы... — В первую очередь нужно определиться с тестом, и нужно определиться с длиной. С тестом очень важно, потому что, например, очень часто приходит рыболов и говорит, мне там нужна удочка, там, до 40 грамм. Окей, начинаем выяснять, какими основными приманками он ловит, какие основные веса он использует. И он говорит, ну, вот я ставлю там джиг-головку в 40 грамм, и на нее еще там вот силиконовую приманку, там, 5 дюймов, вот кидаю. Я что-то вот купил до 40 грамм, она у меня почему-то вот проваливается там на течение, и я рыбу не могу поймать. У любого спиннинга тестовый диапазон указан по общей массе. — По конечной массе, да. — То есть джиг-головка в 40 грамм плюс 5-дюймовая резина, а 5 дюймов резина, я вам скажу, может весить там порядка 15-17 грамм. То есть у нас общий вес получается уже почти 60. Во-первых, велика вероятность того, что мы этот спиннинг можем сломать на забросе, банально. Понятно, что он будет проваливаться, да, там, на течении, мы не сможем сделать такую результативную подсечку. Ну и просто ловить уже неудобно там с перегрузом на самом деле. Вот, поэтому здесь нужно четко понимать и для себя вот определить, то есть посмотрите в коробку с грузами, какие основные вы там используете, да, плюс, не знаю, там, на весах свешите ваши основные приманки, вы поймете конечный результат, который вам нужен. — Ну хорошо, вот твой совет для рыбалки в нашей местности. — Для рыбалки в нашей местности однозначно нужно два удилища. Одно там с тестом до примерно 28 грамм, второе с тестом до грамм до 60. — Но ни в коем случае не стараться объединить это в одно удилище. — Не получится, потому что, например, вот в этом году у нас была история такая, что воды на вятке мало, течение слабое, и основные рабочие веса, например, летом были там 12, 14, 16, там, 20 грамм. Соответственно, вот спиннинг с тестом до 28 грамм абсолютно хорошо позволит нам работать в нижней границе теста, ловить, все чувствовать, все контролировать успешно. Если же мы, например, взяли там только одно удилище с тестом до 60, то мы бы хорошо ловили там, например, грамм с 20 только. Да, то есть у нас начиналась бы хорошая тактильная чувствительность и все, но это было бы уже переборно. А удочка с тестом до 60 нам будет однозначно нужна весной, ну вот когда открывается рыбалка, большая вода. То есть июнь у нас только прошел там пик половодия, рыбалка открылась, мы выезжаем. Это, как правило, активная рыба, это сильное течение, плюс теплая вода, рыба стоит очень часто на перекатах, это еще сильнее течение, там нужно подбирать достаточно тяжелые груза, чтобы хорошо контролировать дно, поэтому спиннинг нам такой понадобится. Либо обратная ситуация, это может быть осень, но воды может быть так же, как в этом году, мало, но осенью очень часто мы используем очень крупные приманки. Ну вот наша там первая передача буквально была, да, я там показывал, приносил там силиконовые приманки, то есть там сама приманка может весить 25 грамм, плюс там голова 20 грамм, у нас там уже веса там получилось под 45-50 грамм, поэтому нам вот здесь спиннинг понадобится. Осень – это время трофейной рыбалки, это хищник очень активно кушает, он, как правило, любит, если мы хотим поймать трофеи, он любит вот именно такие крупные приманки, поэтому вот такое удилище нам обязательно понадобится. Следующий момент, ну вот с тестом там усредненно мы поняли, что, ну, есть там сейчас, например, приверженцы ловли на очень крупные приманки, и они выбирают для себя удилище с тестом там до 80, до 100 грамм, да, но это связано только лишь с тем, что как раз используются достаточно крупные приманки, либо такой спиннинг выбирают для ловли на там Волге и Каме, где запредельные глубины, где там глубина в 20 метров, это абсолютно нормально, на ней может стоять рыба, и мы ловим достаточно крупными приманками. Вот. По длине удилища, например, если мы там ловим джигом с берега, то у нас здесь во главу угла все равно встанет дальность заброса, мы можем для себя там выбрать удилище там длиной 2,70, в редких случаях 3 метра. А если мы ловим с лодки, то здесь вот есть некоторые нюансы. Вроде бы с лодки можно ловить удочкой длиной там 2,10, да, там 2,20. Ну, давай предположим, что с лодки мы ловим в первую очередь для того, чтобы делать более точные там забросы, да, и конкретные вот конкретную акваторию облавливать. Да, но здесь есть, опять же, особенности, и особенность заключается в чем? Ну, касаемо нашего, например, региона, да, вот мы поговорим там о вятке. Ну, вот для меня самая оптимальная длина 2,50. 2,5. А объясню, почему. Почему, да. Когда мы ловим в коряжнике, когда мы ловим в коряжнике, очень часто нам приходится через эти коряги перекидывать приманку. Сделать это более длинным удилищем проще. Да. Это раз. Во-вторых, когда мы делаем заброс, например, там, ну, пускай там на 50-60 метров, а вот джиговая ловля, это позволительно и нормально, вот, мы делаем заброс там на 50-60 метров, у нас падает приманка, если у нас в руках достаточно короткая удочка, подняв даже ее максимально вверх, у нас вход лески под таким очень-очень получается тупым углом. И, соответственно, шнур у нас на эти коряги ложится. Начиная делать проводку, мы не чувствуем, что у нас половина шнура уже лежит на коряге, а чувствуем мы корягу, когда уже грузик в нее утыкается. Ну, фактически, в 90% случаев это... В общем, риск очень большой. Это зацеп. Это зацеп. Это второй нюанс. Третий нюанс. У нас происходит хорошая поклевка крупной рыбы в коряжнике. Нам ее нужно максимально, опять же, поднять из глубины на поверхность. Коротким удилищем сделать это проблемнее, длинным удилищем сделать это проще. Джигом мы ловим, как правило, на вятке, все равно достаточно тяжелыми грузами. Чтобы сделать результативную подсечку, нам нужен рычаг. Чем длиннее удилище, тем больше у нас рычаг, тем больше шнура мы за вот этот взмах, за подсечку мы выберем. Соответственно, больше шансов, что мы сможем того же судака, например, который имеет такую очень жесткую костистую пасть, мы сможем его просечь. Соответственно, рыбу мы сможем из воды-то достать хотя бы на фотосессию и потом отпустить в родную стихию. Сделать это с более коротким удилищем не так, скажем так, комфортно. И более короткое удилище, оно практически всегда подразумевает, что мы будем держать его максимально вверх. Когда мы держим удочку максимально вверх, у нас на подсечку остается очень мало. Не такое большое расстояние. Небольшой взмах мы сможем сделать, просто физически даже. Поэтому длинное удилище, отпущенное вот так вот вниз, даст максимальную чувствительность и максимально на подсечке. В общем, 2,5 метра. 2,40-2,50. Примерно ориентироваться на... Такой вот, ну это мой совет, все на самом деле индивидуально. Я знаю людей, которые с успехом там ловят и более короткими спиннингами, но это уже дело привычки там такое. Там немножко другая постановка лодки тогда должна быть. То есть там заброс на 50-60 метров, он не то чтобы не нужен, противопоказан. То есть там облавливают корягу достаточно точечно. То есть если вот есть у нас там коряжка, да, то с длинным спиннингом мы можем там встать за 50 метров и эффективно ее обловить, да, за счет как раз длинного удилища нам это все позволит. А если мы ловим коротким удилищем, то мы от этой коряги там встаем метрах в 20. Да, ближе. Делаем заброс там на 30 метров, да, тогда мы можем действительно там практически вертикально там через нее эту приманку протащить все. Потому что у нас коряжка получается практически подлодкой. Это тоже нужно учитывать при выборе спиннингового удилища. Казалось бы, вроде бы вот длина, а от этого будет зависеть более результативная и эффективная уже постановка и выбор места для рыбалки. Василий, не хотелось бы, конечно, прерываться на интересном месте, на самом интересном месте. Но, увы, у нас 5 минут всего лишь остается, и нам нужно подвести итоги, получается, двух конкурсов и анонсировать следующую программу. Так, но сегодня очень увлекательно, прям, да, надо переваривать эту информацию. Пересматривайте, переслушивайте. Ну, это далеко не все, о чем мы рассказали, мы будем возвращаться к этому уже более подробно. Видео-версия передачи нашего с Василием общения будет доступна уже на нашем YouTube-канале. И ссылки обязательно в группе радиостанций ВКонтакте появятся. Все это завтра с утра. Итак, пришло несколько смс-ок в качестве ответов на вопрос Василия. Василий, напомни, пожалуйста, вопрос. Какой производитель названия фирмы, которая, помимо отличных качественных катушек, производит запчасти для велосипедов? Запчасти для велосипедов. Так, смотрю я в наш телефон 8909-720-101-0 и вижу следующую картину. СМС-ответов пришло несколько. Сейчас как-то мне сходу трудно подсчитать их количество. Ну вот я тут успел открыть несколько, 3-4 смс-ки я открыл, и во всех фигурирует слово ШИМАНА. Это правильный ответ. С пяток тут точно правильных ответов пришло. Да, есть ШИМАНА. Ну и, соответственно, первый, кто прислал смс-ку с правильным ответом, он и получит набор приманок от компании Арсенал на Комсомольское 8. Я позвоню победителю по номеру. Я так понимаю, как-то уже некорректно сегодня это беспокоит. Ну ладно, сейчас посмотрим. Программа завершится. Человека-то обрадовать хочется, конечно. Ладно. И что касается подведения итогов нашего фотоконкурса. Фотоконкурса в группе нашей радиостанции ВКонтакте. Последний раз обновляю эту страничку. Прямо все онлайн делаю. Мы сейчас в прямом эфире. Чуть-чуть подросло количество проголосовавших. Я сейчас проголосую. Выполню этот свой долг. И мы узнаем им и победителя. И обладателя сертификата на 2000 рублей от Арсенала на Комсомольской 8. Итак, напоминаю. Алексей Валикжанин, Анатолий Симаков и Татьяна Пономарева. Я не изменю, пожалуй, сегодня свои привычки голосовать за самые крупные трофеи. Я поэтому ставлю, ставлю, отдаю свой голос Алексею Валикжанину фото номер один, где он на льду с великолепной, с великолепной щукой такой трофейной, большой на заднем плане жерлица. Видимо, на жерлицу поймал. Итак, голосую. И сейчас увижу распределение-то, собственно. Ну вот, пожалуйста. Татьяна Пономарева. 63,5%. Наибольшее количество проголосовавших. Она на фото с таким маленьким очаровательным пескариком. Пескарь это тоже на земле. Кстати, пескари это то, с чего я начинал в далеком-далеком детстве. Это, наверное, одна из первых рыб, с которой многие начинали. Либо пескарь, либо карась. Причем, ты знаешь, в моем детстве такие пескари клевали, огромные. Я давно таких не видел. Прям вот, ну не знаю, сантиметров 25 я ловил пескари в детстве. Но это было в детстве. Это было в детстве. Это казалось. Да, когда экологическая обстановка была получена. Да нет, сейчас на самом деле тоже есть. Можно их половить. Да, Татьяна, в общем, поздравляем вас. Вы законный обладатель и получатель сертификата на 2000 рублей от компании «Арсенал». Напоминаю, что фотоконкурс продолжается в группе нашей радиостанции ВКонтакте. Ищите соответствующий пост. Выкладывайте фотографии с зимней рыбалки. Обязательные условия. Вы, рыбак, там должны присутствовать на снимке. И ваш улов. Вы и ваш улов. И, соответственно, по четвергам до самого нового года мы будем подводить итоги. И в конце этого последнего месяца, выходящего года, мы разыграем по традиции 30 литров бензина «Ультра-92» от нашего генерального партнера компании «Движение нефтепродукт». Все. Поздравляем сегодняшних победителей. И у нас ровно минута на то, чтобы анонсировать следующую передачу, которую мы, я так понимаю, запишем в «Арсенале» уже. Да, следующая передача у нас будет очень интересной. Мы поговорим о технике, о приборах, которые нам помогают искать рыбу зимой. То есть если летом их очень-очень много, то здесь мы очень подробно поговорим о подводных видеокамерах и современных эхолотах, которые используются для зимней рыбалки. Которые помогают поймать рыбу, помогают заглянуть в подводный мир. И на самом деле, даже когда не клюет, вот с камерой все очень интересно. Чтобы, так сказать, заинтриговаться. Генеральный партнер программы «Компания движения нефтепродукт». Что ж такое? Хотел спросить, чтобы заинтриговать слушателей на следующую передачу, насколько, Василий, эффективность рыбалки эти гаджеты повышают? Вот прям вот, чтобы люди слушали... Процентов на 50. То есть наполовину точно вероятность возрастает, потому что поездка, поход на зимнюю рыбалку окажется результативным. Да. Или высоко результативным. Вот, на этом завершаем правую передачу сегодняшнюю трофеи «Рыбалка». Спасибо Василию Мамонову, профессиональному рыболову, эксперту компании «Арсенал» на Комсомольской 8. Спасибо нашему генеральному партнеру. Всего доброго, до свидания. Всего доброго, друзья. Трофей «Рыбалка» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова